Hello everybody! У нас зима продолжается. Look at this picture. Winter. Что тут скажешь? Три часа валил, как из мешка снег. Теперь пошел дождь. А мне нужно ехать в школу за ребенком. Вот вам и радость привалила. Сейчас дождь это все раскатает. И будет весело. Под колесами уже сплошной лед. Господи, лишь бы доехать, когда уже успели раскатать. Что-то сегодня вообще даже не посыпали, не ждали снега что ли. Капец. Мне уже душно. Вот так работаем. Легко. А снег мокрый и тяжелый. Сейчас все вот эти деревья повалятся. По стеклу бумкают прямо целые кучи. С дерева падают. Короче, погодка шепчет. И это не последний снег еще. В феврале. И нам обещают еще одно такое веселье. Дождь. Дождь этот совсем не нужен теперь. Вот в таких условиях нужно работать. И работать нелегко. Но мы сами себе обираем такой путь. Так что нравится или не нравится, но иногда нужно делать то, что не нравится. Иногда нужно работать за те деньги, которые тоже ты считаешь, что мало. Но мы идем сюда в надежде на лучшее. В надежде, что с нами такого не случится. И потому уже попав сюда, деваться некуда. Значит нужно работать там, где предоставляется работа. Конечно, искать лучшее никто не запрещал. Всегда нужно быть в поиске. Деньги, которые здесь платят. Главное работать. Если работать, хватит на все. Если сюда едут люди уже с такими твердыми намерениями не работать, все равно дадут. Есть и такое здесь. Но я к таким людям не отношусь. Как по мне, лучше поработать и иметь то, что заработала, чем не работать вообще. И иметь то, что тебе дадут. То, что посчитают нужным тебе дать. Так вот, для тех, кто интересуется, как же в Америке жить и не работать, и что за это можно иметь. Я тут нашла одну статейку. Сейчас прочитаю, кому интересно. Значит, статейка называется, кто в США имеет право на бесплатные продукты. Ну, если бесплатные продукты здесь есть, и их можно получить, то бесплатное жилье навряд ли. А самое дорогое здесь жилье. А если вы заработаете на жилье, то где-то, может быть, какой-то доллар вам останется на продукты. Так что слушайте. В Америке даже бездомный не останется голодным. Бесплатную можно получить, бесплатную продукцию, еду, можно получить от церквей и общественных организаций. А также в рамках программы продовольственных талонов. Продовольственные талоны в США не имеют ничего общего с карточной системой времен дефицита в СССР. Американская программа дополнительного питания, СНЭП называется, это способ борьбы с голодом, а не с дефицитом на прилавках супермаркетов. Первые талоны появились в Штатах в 1939 году благодаря идее министра сельского хозяйства. Решение ввести фудстэмпы было продиктовано желанием министра победить нищету и кризис перепроизводства продовольствия. Представители бедного населения получали оранжевые талоны, покупая на них продукты на 1 доллар. Например, американцы получали синие талоны, хотя и те, и те, ну видно, американцы, которые не богаты или какие, потому что и те, и те американцы, получали синие талоны на 50 центов. На талоны можно было взять фермерские продукты, которые были лишними или неликвидными для продажи. В 1961 году появилась программа, которая больше всего похожа на современную, а в 1964-м был принят закон о продовольственных талонах, целью которого было обеспечить качественным питанием все семьи с низким доходом. С того времени программа продовольственных талонов несколько раз менялась, но никогда не отменялась. В той или иной форме она существовала всегда. Сегодня уже не используются картонные карточки, деньги на фудстэмпы приходят на обычную пластиковую карту EBT. Все уже компьютеризировано, даже эти деньги. Потратить финансирование от программы SNAP можно только на еду. В программе участвует около 12% от общей численности населения, а это примерно 38 миллионов человек. Чтобы стать участником программы SNAP, нужно подать заявку на участие и соответствовать при этом определенным критериям. Кто имеет право на получение продовольственных талонов? Это люди с доходом не более 130% от установленного в США уровня бедности. Люди, которые работают не менее 30 часов в неделю, или же получают пособие по безработице, или же имеют статус проходящего реабилитацию от наркозависимости, статус студента и т.д. Люди, которые не имеют значительных сбережений, суммы на банковском счету семьи не должна превышать 2250 долларов, или 3500, если один из членов семьи старше 60 лет или инвалид. Понятно? В банке должно быть почти по нулям. Что такое 3000 в Америке на семью? Это ничего. Программа SNAP рассчитана именно на тех, кто нуждается в этой помощи. В то же время тунеядцев в США кормить не будут. Как не предоставлять помощь, как и не предоставлять помощь жадным людям, которые просто хотят сэкономить на покупке еды? Есть и такие. Денежки берут, складывают в кучку, а сами идут за продуктами. Особенно сейчас, когда продуктов дают в связи с этим ковидом, в связи с этим карантином, бесплатных продуктов дают на каждом шагу. И они доступны, наверное, каждому желающему, потому что никто тебя не спрашивает, кто ты, откуда, где работаешь, сколько получаешь и что ты за это имеешь. Раз люди идут, они считают, что люди от хорошей жизни продукты на шару не берут. Может быть и так, может быть, а может быть и нет, не знаю. Ну, короче, рассказала вам систему этих карточных дотаций на продукты, которую сама не знала до сих пор. Никогда не получала, никогда не видела. Карточек сам их не видела, потому что их как таковых уже не существует. Это нужно идти сдавать документы, сделать вот эту всю машину, закрутить, чтобы машина закрутилась, и тогда на карточку тебе будут проходить вот эти деньги. Какие там суммы дают, я без понятия. Возможно ли за те суммы выжить в семье, я не знаю. Тоже все зависит от количества людей, от того, как они едят, что едят, сколько едят. Я бы не хотела зависеть от государства. Конечно, никто не знает, что кого в жизни ждет. Если уже инвалид, то ты уже обязан идти. И просить помощи. А если есть силы, то нужно работать. И, как говорила Надежда Румянцева, хочу конфеты ем, хочу пряники. Правильно? Вот так вот. Все. А я под дождем вот тут сижу. И надеюсь, что на меня не упадет никакое дерево от тяжести снега мокрого. И с вами прощаюсь. Всем пока. Всем хорошего дня и настроения. Бай-бай.